Специально для сообщества Elder Council ВКонтакте. Географию в хронологическом порядке, то есть начиная с его детства. Надо отметить, что род Ульфрика является достаточно древним, и первый норд клана Буревестников жил еще в 582 году 2 эры во время Войны Альянсов. Ее звали Мера Буревестник, и она была Таном Виндхельма и приближенным лицом Йоруна, короля Скальда. Отца Ульфрика звали Хоук Медведь Истмарка, и по всей вероятности именно в честь этого ярла и был выбран нынешний герб города Виндхельм. Известно, что он, в отличие от Ульфрика, весьма терпимо относился и к Данмерам, и к Арганианам, живущим на задворках древнего города. В детстве Ульфрика выбрали Седобороды, и он отправился обучаться пути Голоса на Высокий Хродгар, где провел почти 10 лет. Но, когда началась Великая война между Империей и Доминионом, Ульфрик решил нарушить заветы миролюбивых Седобородых и отправился на войну. В ходе боев за Имперский город в 174 году 4 эры, незадолго до его захвата Доминионом, Ульфрик попадает в плен к Талмору. На допросе эльфы узнали о его потенциальной ценности, сын ярла Виндхельма на тот момент, и передали его как потенциального агента следователю Эленвен. Его убедили, что информация, полученная от него при допросе, сыграла решающую роль в захвате Имперского города. Хотя на самом деле столица пала еще до того, как он раскололся, выдав некую важную информацию касательно обороны города, а затем ему позволили сбежать. После войны с ним вновь был установлен контакт, и Ульфрик, как указано в Талморском досье на него, оказался весьма полезным агентом. Пока шла Великая война, изгоям удалось захватить власть в пределе и занять город Маркарт, посадив на трон своего ставленника Мадонаха. В 176 году Ульфрик вместе с ополчением подавил восстание изгоев, отбив Маркарт у дикарей. Но, если убитых Ричманов жалеть не за что, то вот другие действия буревестника при осаде города, о которых есть свидетельства, говорят явно не в его пользу. Мечу предавали всех чиновников, работавших на изгоев, даже тех, кто сдавался. Местных женщин подвергали пыткам, чтобы выведать имена изгоев, бежавших из города или скрывавшихся среди холмов предела. Казнили всех жителей города, как изгоев, так и нордов, которые не сражались на стороне Ульфрика после взятия им в ворот. Или вы с нами, или вы против Скайрима. Таков был приговор Ульфрика, которым тот отправлял на казнь лавочников, крестьян, стариков и подростков, кто был в состоянии поднять меч и не откликнулся на призыв сражаться на его стороне. Когда Империя, узнав о Маркартском инциденте, направила солдат для восстановления порядка в пределе, Ульфрик не согласился пускать легион, прежде чем ему не разрешат свободно поклоняться Талосу. Учитывая творившийся на улицах Маркарта беспредел, а также сообщения о растущем с каждым днем числе смертей, у Империи просто не оставалось иного выбора, кроме как разрешить Ульфрику и его людям их обряды, что в корне противоречило Конкордату Белого Золота. Но, несмотря на последний упомянутый шаг со стороны Ульфрика, Талморское досье говорит о том, что подавление восстания было также задумано эльфами в угоду их стратегическим планам и исполнено буревестникам по их указке. Однако, после этого, как отмечается, Ульфрик перестал идти с ними на прямой контакт и был с тех пор помечен как спящий агент. Что насчет одновременной работы на Талмор и открытые выступления против него же, своими мыслями на этот счет я поделюсь с вами в конце ролика. Узнав о бесчинствах Маркарского медведя, Титмид II объявил Ульфрика военным преступником и бросил в тюрьму. Пока тот сидел свой срок, в Скайриме умер его отец, и по освобождению Ульфрик занял его трон, став ярлом Виндхельма. Незадолго до начала событий игры Ульфрикам было организовано восстание, члены которого стали называть себя Братьями Бури. Они сражаются за независимость Скайрима от Империи, а также за право вновь поклоняться Талосу. Чтобы заявить о своих серьезных намерениях, Ульфрик вызвал на поединок текущего верховного короля Скайрима Торуга, дабы оспорить его титул. Конечно, молодой король был с легкостью сражен ветераном Великой войны, однако существует две версии о том, как на самом деле происходил поединок. Придворные Салитьюда, непосредственные свидетели боя, утверждают, что Ульфрик использовал Туум и просто разорвал Торуга в клочья, что является отнюдь нечестным. Ульфрик же со своей стороны утверждает, что лишь повалил Торуга криком, но проткнул уже мечом. Свою вину Ярл отрицает, ссылаясь на то, что искусству голоса может обучиться любой Норд, и тот факт, что Торук им не владел, это только его проблемы. Так или иначе, данный поступок Ульфрика был бессмысленным и глупым, поскольку Элисев Прекрасная, а также придворный маг Сибила Стентер, утверждают, что Торук очень уважал Ульфрика и считал своим другом. И если бы тот пришел с миром и попросил его объявить независимость Скайрима от Империи, Торук, скорее всего, исполнил бы его просьбу и без пролитой крови. До восстания Ульфрика империя закрывала глаза на тайное поклонение Нордов Талосу, но поскольку Буревестник решил в открытую заявить о неподчинении Конкордату Белого Золота, императору пришлось вызвать легионы во главе с генералом Тулием для того, чтобы подавить восстание. При этом Талмар, которого до этих событий не наблюдалось в Скайриме, прознав обо всем этом, отправил отряды юстициаров в Северную провинцию, дабы пресекать поклонение Талосу и контролировать соблюдение других пунктов Конкордата. Но это не единственная цель присутствия Талмара в Скайриме. Как выясняется из ранее упомянутого досье, Доминиону выгодна гражданская война, развязанная Ульфриком, ведь она ослабляет как Скайрим, так и всю империю, приближая ее полный крах. Поэтому, когда в начале игры Ульфрика собирались казнить за убийство Торуга, эмиссар Эленвен была отправлена предотвратить его казнь, дабы восстание продолжалось. Однако в итоге казнь прервал удачно прибывшие в тот момент Алдуин, а не Талмарцы. Изначально в игре должен был присутствовать диалог между Эленвен и генералом Тулием по поводу освобождения заключенных, но из финальной версии аудиодорожка почему-то была вырезана. Фразы Эленвен вы можете сейчас прослушать. Дальнейшее развитие событий известно каждому, кто проходил Скайрим. Игрок может как присоединиться к братьям Бури, приведя восстание к победе и выдвинув Ульфрика на пост Верховного Короля, так и присоединиться к Имперскому Легиону и в итоге убить мятежника. Я же хочу лишь высказать свое видение ситуации насчет Ульфрика, Талмара и братьев Бури. Очевидно, что Талмарскому досье на Ульфрика врать незачем, ведь находилось оно в сундуке их посольства под надежной охраной, и не предполагалось, что до него доберутся посторонние люди. Вероятно, во время допросов Ульфрика пытали, в результате чего он выдал Талмару информацию об Имперском городе, которая, впрочем, не помогла эльфам, так как к тому моменту они уже взяли столицу, но Ульфрику об этом не сообщили. Они позволили ему сбежать, но впоследствии вновь вышли на него уже в Скайриме, и, пригрозив, что если он не будет на них работать, они сделают так, что о его предательстве станет всем известно. Затем Ульфрик исполняет их приказ, отбивая Маркарт у изгоев, но вот потом, по моему мнению, решает полностью откреститься от Талмара и действовать уже в открытую против них. Он требует вновь разрешить поклонение Талосу, а также перестает идти с Талмаром на контакт. Также он организовывает восстание, которое напрямую противоречит заключенному союзу Империи и Доминиона. Как по мне, Ульфрик действительно является патриотом и желает изгнать эльфов из Скайрима, только при этом он слишком глуп и самонадеян, и не понимает масштабов заваренной им каши. Добившись от Колоска и Рима, он только еще сильнее ослабит Империю, а независимая провинция, потрепанная гражданской войной, также будет совершенно не способна сопротивляться Талмару, если те решат вновь пойти войной. Поэтому делайте выводы сами и пишите свое мнение насчет Ульфрика в комментарии. С вами был Эш Кинг, всем пока!